ребята всем привет меня зовут дарья и добро пожаловать на мой youtube канал подписывайтесь на мой канал ставьте лайки этому видео и погнали мой муж ездил в командировку в москву вчера он вернулся и привез мне вот такие две баночки в подарок из магазина лаж про который я раньше вообще ничего не слышала потому что у нас в ростове этого магазина нет он есть я так понимаю по россии в москве и в питере вот упаковано это было все в такой бумажный пакетик обычный красный я изначально думала что это будет какой-то мне сувенир либо когда мне это принесла дочь уже все порвано и я подумала что это будут какие-то свечки потому что пахло это очень ярко я думала что это действительно будут какие-то арома свечи потому что я такое дело люблю но еще больше я естественно люблю косметику уход и мой муж об этом знает для него вообще честно наверное какой-то подвиг зайти в тц потому что он их просто ненавидит тем более зайти еще и в косметический магазин выбирать маски для лица я просто действительно я вначале не поверила я увидела эти баночки думаю что это действительно это ты выбрал это ты разговаривал с консультантами подбирал мне маски хотел сделать приятно да я действительно я правда очень удивилась такому порыву он конечно же понимал что он скорее всего не угадает с выбором но уже спасибо за старание я сейчас буду знакомить вас и себя с этим брендом у меня в руках сейчас две свежие маски для лица и вторая маска будет глен кокола я думала свежая маска это значит что она будет освежать но я действительно удивилась когда начала читать изучать этот бренд потому что мне стало интересно что это такое изначально я подумала что это что-то такое не очень дорогое по типу нашего органик шоу но оказывается лаж это британский бренд выпускающий натуральную косметику парфюм и аксессуары марка известна принципом этичности продукция изготавливается вручную из натуральных компонентов все продукты сделаны из свежих компонентов вот почему на каждой баночке указан срок годности сразу скажу он минимальный маски для лица хранятся в среднем месяц при определенной температуре потом они портятся также на этикетке стоит имя человека который вручную изготовил эту баночку вот можете посмотреть здесь под наклейкой срок годность написан 4 недели видите изготовила марина здесь даже целый портрет эта маска будет посвежее эта маска сейчас мы кстати ее с вами и протестируем будем тестировать с вами amazon q вот можете посмотреть на составы откроем конечно мы с вами две маски но за тест будет на лице только одной используем по самому уже минимальному сроку годности будет amazon как как я уже и сказала сейчас я вам немножечко расскажу про нее покажу баночку поближе что вы ознакомились если вам интересен вообще этот бренд потому что мне кажется это достаточно интересный опыт познакомиться с такими необычными продуктами так масочка амазонка 75 грамм стоила она 700 рублей амазонка настоящая героиня эта маска для лица уничтожает прыщи очищает успокаивает смягчает проблемную кожу всех содержит природные антисептики свежий чеснок и эфирное масло чайного дерево глубоко очищающий каолин и свежий виноград смягчающий мед и питательный тофу и соевый соус с таким арсеналом можно совершать подвиги нужно щедро нанести маску на очищенную кожу избегая области вокруг глаз оставить на 10-15 минут смыть теплой водой и хранить в холодильнике так здесь видите все это будет прописано мужу конечно же про это все не сказали потому что видимо думали что он уже знаком с этим брендом разошел он купил целых две маски у которых по сути срок годности у этой наверное уже полмесяца в той месяц но пользоваться можно ими часто как я прошла даже можно каждый день потому что она полностью натуральная то есть вреда не будет конечно он немножечко не угадал консультант сказал была молода скорее всего была неопытная я сразу увидела что это в основном от прыщей но у меня как раз на лбу немножечко вскочил прыщик так что мы с вами сейчас ее откроем и попробуем на моем лице сейчас вас быстренько познакомлю еще с вот этой масочкой это глинку кукуа побалуйте себя восхитительная маска для лица наполненная питательным миндальным маслом и абсорбирующим какао порошком также срок хранения всего лишь 28 дней она посвежее так что и наносить не буду но откроем посмотрим конечно же с вами видите она такая с конденсатом интересно как они там хранятся в общем побалуйте себя восхитительной маской то есть здесь также и написано а на амазонке написано совершенно по-другому то есть туда же толком ничего не сказано сражайтесь за чистую миротворенную кожу охлаждающий свежий зеленый виноград задает ритм обоевого клея чеснока калина и антибактериально антибактериального чайного дерева действительно успокаивает и очищает в общем муж сказал что у меня нормальная кожа у него пытались выявить потребности сказал что иногда она у меня сухая но нормально и в общем каким-то образом не подобрали амазонку совершенно мне не нужна эта маска она скорее всего мне более-менее подойдет посмотрите я включила гирлянду видно вообще или нет как-то у нас очень темно и туман вообще кайф чем сейчас открываем все с вами и просто смотрите на эту субстанцию когда она была закрыта она пахла лучше на видите новенькая еще даже не прикасалась к ней но аромат конечно такое специфические на любителя мне кажется изначально так вкусно как будто свечками пах пластик в общем сейчас вам наносить наконец-таки так я еще не умывалась прыщик у меня вскочил вот здесь как будто там внутри немножечко болит видите мне кажется он никогда и не был вот здесь остаток получается остаточная от прыщика так в принципе у меня лицо чистое ничего не могу сказать не знаю зачем мне нужна эта маска но как бы за такую цену 700 рублей на меньше месяца использования как бы это я считаю очень дорого меня душит жаба муж знает что я люблю дорогую косметику ну это конечно да я понимаю затрат на это ручная работа это натуральные ингредиенты ну конечно как по мне лучше купить разную люксовую маску на год и пользоваться ей спокойно а то и на полтора года почему оцениваете состояние кожи где что вам все хорошо видно долго думала на фронталку снимать либо на заднюю камеру на основную решила на основную все таки так я уже смочила лицо сейчас открываем с вами маску еще раз посмотрите как выглядит кожа как выглядит маска такая немножечко жиденькая но плотная внутри вот так выглядит давайте теперь нанесем ее нужно наносить щедро страшно ох какая холодная и знаете такими масками он не очень приятно лучше летом пользоваться они когда я так прохладно не в холодное время года сейчас попробую вот столичка интересно хватит мне или нет числе высыпают все действительно что-то натуральное такое наносить нужно ее щедро как всегда мама с ребенком вчера представляете записывала видео полчаса вам рассказывала ну что на двадцать записалась только две минуточки и у меня вскочил какой-то баннер на весь экран выскочил вернее и все ничего мне не записалась и так расстроилась первый раз такое что из-за баннеров не знаю как думать еще нанести или хватит я думаю наверное еще нужно нанести на всякий случай видите она такая какие-то ошметки там ну в принципе не так уж и плохо я не помню говорила или нет изначально я подумала когда я увидела что это маски не для умывания а просто знаете такая обычная маска просто мазать но для умывания это очень интересно все сейчас мы с вами здесь как 10 минут я смываю это все возвращаясь к вам показываю вам свою кожу ребята смотрите как выглядит маска на коже спустя 10 минут она начала подсыхать кожа стягивается в общем собственно как обычная маска давайте теперь я смою покажу вам как выглядит ну вот я уже смыла маску на коже нужно дать должно пахнет она приятно консистенция такая плотная чувствуется что это что-то натуральное смывается она тяжело еще раз вам покажу баночку чтобы не забыли что мы с вами делали а теперь я показываю вам кожу кожа немного как будто суховатая не скажу что она стянутая для начала я думала что она останется какой-то жирненькой но нет ощущения жирности не было тон как будто выровнен кожа как будто стала белее но увлажнить ее хочется конечно я сейчас этажей буду делать тон действительно выровнен правда кожа смотрится хорошо меня знаете что смутило муж привез ночью маску и она всю ночь лежала без холодильника и днем я не дочитала и убрала ее просто в туалетный столик я у теперь переживаю интересно она не подпортилась ну вроде бы плотненькая но мне кажется она должна быть не настолько жидкая она должна быть более плотной в общем четко соблюдайте правила хранения только в холодильнике сейчас я быстренько уберу давайте все-таки следующую масочку мы с вами оставим на уже другое видео так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите мне комментарии как вы видите изменения или не видите тоже будет очень интересно почитать чем я буду пользоваться этой маской посмотрим прыщик как будто кстати он как будто стал меньше внутри нет больше этого знаете шарика кстати кстати да как будто он уменьшился в общем не моя кожа нравится спасибо за просмотр увидимся уже в моих следующих скорых видео до новых встреч пока пока